С мётлами, юмором и под музыку. В эту субботу представители движения КВН Самары вышли на уборку сквера Мичурина. Движение Самарский КВН ежегодно, ну помимо тех годов, которые были у нас подвержены коронавирусу, ежегодно проводит субботник. И вот как раз мы все сегодня всем движением вышли помогать городу убирать улицы и скверы. Приводить город в порядок после зимы общими усилиями – прекрасная традиция. А молодежь, которая выходит на субботники, вызывает гордость и уважение, рассказывает руководитель движения Самарский КВН Сергей Лорионов. Очень сильно горжусь нашим молодежью и нашими участниками движения Самарского КВН, которые помогают нам во всем. Не только в субботниках, но и в различных социальных событиях нашего города. А то, что сегодня мы здесь, от мал до велика, от школьной лиги до трудящихся, это показывает, что это настоящая большая семья. Представители движения Самарский КВН сами выступили с инициативой принести пользу родному городу и подали заявку на участие в субботнике. Городская администрация обеспечила ребят необходимым инвентарем и определила место уборки. Работала в сквере Мичурина и глава города Елена Лапушкина. Сегодня у нас Гагаринский субботник, носит такое замечательное название. И вот кто, что успел увидеть по городу, достаточно много людей вышло, достаточно много учреждений, предприятий вывело своих людей. Конечно, сегодня достаточно холодно и ветвенно, но тем не менее люди, в общем, с хорошим настроением вышли на работу. Совсем недавно встречалась с ребятами из Рыги КВН, пообещала им сегодня с ними поработать. В общем, выполняли свое обещание и делают это с огромной радостью и удовольствием, потому что ребята заряжены. С прекрасным настроением и с желанием сделать город красивее. После уборки участники Самарского КВН пообщались с главой города и пригласили Елену Лапушкину на следующую игру. Сквер Мичурина, где проводился субботник, был благоустроен в 2018 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Именно жители с помощью голосования определяют, какие территории города и как именно нужно благоустроить. 15 апреля стартовало новое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Голосование проходит на электронной платформе, указанной на экране, и продлится до 31 мая. Галина Топилина, Константин Головин, События. Галина Топилина, Константин Головин.